Ребят, всем привет! Сегодня 7 февраля, 6 часов утра, и мы в коридоре сидим у двух стен. С самого утра начались обстрелы. Первый мы услышали, второй очень громкий был, и мы в общем в чем спали, так и сели. И сейчас в коридоре сидим. Ребят, что творится? Какой-то ужас. Тимочка, тревога перед этим работала, а потом за ней сразу два взрыва было. Тимочка не доспал, походу сегодня веселый день будет. Ребят, всегда не забывайте про правила двух стен, если у вас укрытие далеко. Мы, конечно, раньше бегали в подвал, в начале войны сразу, но сейчас постоянно он в коридор выходил, у нас тут хоть какой-то, скажем так, какая-то безопасность. Ребят, там некоторые спрашивали, Сергей, как вы вообще относитесь в этой обстановке, как вы вообще, не боитесь ли этого всего? Ребят, ну, честно сказать, боюсь, конечно, боюсь и переживаю. Не знаю, там, как можно не переживать. Почти уже два года войны как, но не переживать, не бояться. Постоянно, когда где-то бахнул, взрыв какой-то. Ну, не знаю, как можно не бояться. Это нужно либо вообще каким-то быть отбитым нахлухо, чтобы не бояться там. Ну, не знаю. Нормальные люди, я думаю, все боятся. Просто некоторые, может, не показывают этого, кто-то, может, сразу впадает там в панику у кого-то, начинается. Ну, у каждого это по-разному проявляется. Тут, знаете, вот, как-то по этому поводу судить не надо никого. Ну, человеческий фактор страха у всех, он присутствует. Просто, если кто-то не показывает, он более, там, сдержанный. Но все равно в душе он боится и переживает по этому поводу. Не бояться, не переживает. И думаю, там какие-то наркоманы убитые, что им все равно. Сидим, короче, до отбоя, от тревоги. Уже, наверное, ложиться смысла не будет, да? Ну, по крайней мере, тема. Этим уже не ложится. Он уже не ляжет. В общем, не доспал сегодня. Компенсируем, я думаю, это как-то днем. Раньше ляжет, может, дольше поспит. Ты еще такой непосидючий, сидеть не хочет он. Капец какой-то. Сына! Непосидючий это, да. Давай еще покажу, что с ним творится. Тиночка, откуда у тебя сколько энергии с самого утра? Сына! Он ползает. Не понимаю, что мы тут сидим. Кошка где? Кошка вообще у нас залезла, блин, в эту ванну и там под шкаф, короче, сидит. Перепугалась тоже. Спала на кровати, как сорвалась резко. Побежала сразу. Но не есть побежала, это точно. Я смотрел, она даже не хочет вылазить, пускай посидит. Сама вылезет сейчас. В общем, не трогать ее. Семечка не трогает папу, папа снимает. Ребята, на фоне вот этого всего у нас там один человек писал, что какое сейчас будет нынешнее поколение со всем вот этим, что происходит в стране у нас. То есть какие они будут, в общем, по физическому здоровью, что там и будут и инфаркты, и инсульты, и сахарный диабет у людей будет в раннем возрасте проявляться. Я думаю, что, скорее всего, да, потому что все люди переживают, все люди по-любому это как-то на себе испытывают, и на организм оно бесследно не проходит, не пройдет никого. У меня там, видно, не видно, есть седые волосы появились. А у Светы так еще больше красиво, седых волос. На камеру не видно. Так что, ребят, это, конечно, это да. В Украине это все проживает, здоровье, конечно, ушаталось и ушатается еще больше от этого всего. От нервов, от этих всяких... Сыночка, ну ты посиди. Всяких взрывов, обстрелов, в общем. Бабушка в гостях у нас привлекает Тимку. Бабушка в гостях, в гостях, редкий вузь Бабушка. Бабушка, да, Бабушка, колесики в Бабушка. Юна тоже ездит, немножко бегает, а Бабушка ездит. ездит, она ездит да, и там колесики крутятся в святинке да жарко у вас вся букашка не играет шут линтайка букашка или выключена о, играю букашка играй играю букашка не игрался уже, Тимка? давайте Тимочка ты игрался котик? на руки хочешь? рассказывай как твои дела не надо ничего там нажимать рассказывай как дела твои зачем скинула как что мы немелки? выспался расскажи выспался а слюня пошла за шиборот лапа тем временем отсыпается на диване лап я вывернула так пока тимка не трогать можно поспать голубь да часов хорошо туда тебя на диванчик отдыхается на кис хорошо спится спится хорошо чтоб лишь бы тем не трогал не поесть забыл обед ты кушать будешь ваш кушать пойдем покушаем пойдем так лап чтобы обедать давайте бедку снежки процеду просыпала корм весь ну что такое а что такое лап уже деньки вкусный вечером будет сейчас сухой давай кушать иди кушай иди кушай куда ты купаться хочешь про то хочешь там тимочкины он уточки ждут вечера кимочка будет вечером купаться тебя бы тоже уже не мешало покупать бы на там не покупали давай давай топчи ребят всем спасибо кто досмотрел этот ролик до конца ставьте лайк пишите комментарии также и не забывайте поддержать наш канал тимочка посиди не выворачивайся поддержать наш канал подпишитесь на него ну а мы с вами прощаемся до завтра всем мир на небо над головой и удачи всем пока а а а